Виктория Дашиева, 20 лет, модель, обладательница более 30 тысяч подписчиков в инстаграме. Мисс Улан-Удэ 2015 вошла в ТОП-15 Мисс Азия Пацифика Турнешнл 2017, закончила Бурятский государственный по специальности в финансе и кредит. Ее рекламный пост в инстаграме стоит 5 тысяч рублей. Сегодня вы узнаете, что в сумке у Вики Дашиевой, сколько парней к ней подкатывает, какие фильмы для взрослых она предпочитает. И в конце программы розыгрыш сертификатов Бродобрей. Не пропустите. Ну а мы начинаем. Дорогие друзья, к сожалению, по техническим причинам начало нашего разговора с Викой прошло с помехами. Поэтому вкратце расскажу, что там было. Мы поговорили о красоте современной молодежи и решили, что мои усы нужно сбрить. Дальше вы все услышите сами. Еще раз извиняемся. Ты когда-то брила людей? Нет. Вот, посмотри. И у нас есть чудо-карточки. И сейчас ты вытянешь, под какой стиль ты меня побреешь. Тебе не страшно? Нет. Ты это специально отращивал? Да, для тебя. Ладно. Давай, хорошо. Так. Ты видела? Нет. Покажи. Окей. Очень жаль. Вот видео, я не хотела. Хорошо, ну пойдем тогда брить меня будешь. Пойдем. Ну, проблем. Блин, чуть страшно. Губы спрячь. О, как вам? Как это нельзя? Так ходи. А ничего, что там устает чуть-чуть? Это должно так или нет? Заметили, что я левша? Да, это правда? Ну, вообще-то да. Бью, пинаю тоже левый. Протирай тут у тебя еще. Ну, короче, больше не убирается. Все. Какой ты красивый. Теперь будет. Все девчонки твои. Теперь ты точно. Походи так. Так, по секунду. Эти игры завтра все так и длину. Ну что, Вика, все? Ты рада? Ну да. Хорошо. И теперь мое желание ответное. Я хочу, чтобы осуществилась мечта других миллионов, и они узнали, что вот в женской сумке, но в женской сумке не просто обычной девушке, а Виктории Дашиевой. Нет, вот ты, не знаю, вот ты как чувствовала, да? Я специально не нормальную сумку, а мешок взяла с собой. Ну все, давай посмотрим, что же у тебя в этом мешке. Может, не надо. Да давай. Давай самое что-то необычное. iPhone X. Это настоящий iPhone X? Да. А ты куда его везешь, откуда? Неважно. Помню, да? Билый средний. Утяжок для... Ну это можно просто для самообороны, если что. Правильно, да. Все самообороняются утяжком. Ну просто показать. Ты пользуешься, да? Чистеринь это крем, да. Что такое. А ты реально все, что ты рекламируешь, ты через себя, да? Конечно. То есть ты не рекламируешь то, что тебе не нравится или что-то такое? Да. У меня есть... Включат машины, которые у меня нет. Просто включат машины? Ну что такое? Окей, окей. Ладно, все, все. Давай закончим этот аттракцион. Все, дальше нельзя уже показывать. Перейдем к теме личной жизни. Почему нет? Все знают. Многие знают, что у тебя есть парень. Да. Как давно? Год, почти. Когда будет год? В октябре. Точно, да, ты не помнишь? 29 октября. Все, хорошо, хорошо. И есть ли все равно смельчаки, которые к тебе подкатывают? Ну, что значит подкатывают? Ну, там пишут в соцсетях, может быть, на улице. Пишут в соцсетях, а то не считается, мне кажется. А что считается? Ну, я скажу так, что прямо явного такого смелого поступка не было за этот период. Ладно, хорошо. И вообще просто расскажи про всю свою жизнь. Вот ты такая крутая, в принципе, наверное, в нашем городе. Ну, ты не крутая. Хорошо, ты не крутая в нашем городе. Но какие были самые дерзкие к тебе подкаты? Дикие, может быть, которые ты такая, что? Как это могло быть в моей жизни? Ну, я даже не вспомню, если честно. Нам друг Вадим прислал видео и хочет тебе показать, чтобы ты прокомментировал. Боишься? Так. Какой друг ты офигел? Не-не-не, так, сейчас. Ты думаешь, что там? А какой друг? Ну... Смотря кто. Вот. Через центр, может? Ну, так, ничего. Ничего, просто. Может, ты уже? Ну, я все знаю. Все, вот так он от тобой издевается. Ну, это что-то было, кого-то просто перепутывали, а не одинаковые. Ладно, но часто у тебя такие конфузы случаются? Да. Следующий вопрос. Мы все видим, даже здесь, что ты такая добрая и спокойная. Да? Ты согласна? Конечно. Ну, а расскажи о случаях, когда просыпалась злая Вика. Знаешь, дебоширила, может быть, там, разборки устраивала. Ну, вообще, мне кажется, что я не конфликтный человек. Если возникает какой-то спор, его можно решить словами и найти какой-то компромисс. Или в этом вода. Ну что, ну, неужели у тебя не было? Вот когда ты в пассане раз ругалась? Ну, с подругой-то точно ругалась или с парнем, другом? Нет, конечно. Ладно, хорошо. Мы поверим, да, что Вика у нас самый честный человек. Ты же ты нам не врешь? Нет. Не убедительно. Но один вопрос тебе насчет конкурсов красоты. Давай. Ты как организатор, ты должна нам искать. Смотри, сначала победила ты по национальности Бурятка. Следующий год победила Настя Шенгина по национальности Русская. Следующий год победила Саша Царенова по национальности Бурятка. Следующий год сейчас победила Алина Матвеевская и Нами Доржиева. Ну нет, смотри, немножко неправильная хронология, потому что у нас в республике проходят два конкурса. Я Мисулан-Удэ. Так. Знаете, Шенгина краса Бурятии. Так. Вот смотри, я выигрывала Мисулан-Удэ в 2015 году. Он каждый год проходит в сентябре. Так, а следующий Мисулан-Удэ кто стал? После меня Доридеш. А, нет. Стоп. Алтана Цбюк Доржиева. Хорошо, то есть... Она Бурятка. Нет такого, да, национального паритета, что каждый год должна быть разная национальность? Нет, абсолютно. И крайний вопрос такой перед Блицом. Какие у тебя источники сейчас доходов, кроме родителей и рекламы в Инстаграме? У тебя что-то прибавилось вот с предыдущего интервью? Ну смотри, ну это вот, да, реклама, съемки, показы. Сейчас занимаюсь организацией свадеб, кстати говоря. Это модное направление, да? Это я нигде особо не афишировала. Так ты организуешь что-то? Я взяла свой первый заказ. А. Недавно, да. Переживаю, мне кажется, больше невесты. А. Для меня это пока что-то новое, но мне нравится. А. Хорошо, то есть пока у тебя от дохода, от свадеб нет? Ну, предоплату дали уже. Я задаю быстрый вопрос, ты отвечаешь именно было или не было? Хорошо? Это я где-то видела. У меня в программе. Я родной начальник этого жанра. Хорошо. Материлась на людях? Было. Жалела, что отказала в знакомстве? Ну, быстро, быстро надо отвечать. Ну, не помню. Хорошо, было. Флиртовала с чужим парнем? Не было. Был секс в общественном месте? Не было. Купалась голой? Не было. Покупала экзамены в универе? Не было. Подкладывала что-нибудь в бюстгальтер? Не было. Целовалась на первом свидании? Не было. Не было, не было. Накручивала лайки или подписчиков? Не было. Немножко? Нет. Рекламировала то, что сама не пробовала? Не было. Была близка к рождению ребенка? Не было. Хотела увеличить грудь? Было. Подозревала организаторов конкурсов красоты в предвзятости? Не было. Смотрела фильмы для взрослых? Не было. Засыпала лицом в салат? Не было. Были ли моменты, за которые очень стыдно? Было. Пожалуйста, у нас близ закончен, но теперь мы раскрываем один из вопросов, и этот вопрос, были ли моменты, за которые стыдно ты ответила? Было, пожалуйста. Самый жесткий момент какой-то, который, знаешь, до сих пор из головы не уходит. Ты хочешь, чтобы об этом все узнали? Да, ну тебе станет легче. Босиком форма, ты что? Босиком? Да. Это очень стыдно. Я была на каблуках, у меня сломался каблук, у меня не было выбора, я шла босиком. О, боже мой. Ну, правда. Само стыдно реально. Ну, а еще... Ну, давай, вспоминай. Да все, в принципе. И теперь у нас с тобой рубрика новая. Фотогалерея называется. Ты, я думаю, часто фотографируешься. И правила очень просты. Смотри, вот у нас есть фотогалерея. Мы с тобой берем... Берем... Стой, подожди. Берем... Ты что, мои фотки там сохраняла и видела? И смотри, вот так листаем. И рассказываем о попавшейся фотографии, что-нибудь. Я, потом ты. Все честно. Хорошо? Давай. Хорошо, смотри. Это мой первый снимок. Это снимок возле стадиона Санкт-Петербург в Петербурге. Я болею за сборную Россию. Да ты подготовился? Нет, честно. Там... Ты потом сможешь посмотреть, что там есть что-то жесткое. Так что все, пожалуйста, твой ход. Не, ну только ты честно листай. Я уже не думаю, что у тебя там есть какой-то 18+. А смотри, с самого конца на... Да-да, ты в конце и листаешь. Давай, пожалуйста. Вот сюда, вот сюда положить телефон. У тебя серия одних... Ну давай, знаешь, как сделаем. Давай, ты удаляешь их вообще? Нет. Ладно, просто покажи какие-нибудь жесткие фотографии, которых нет, и все. Ой, это моя любимая песня. Это как раз песня по то, чтобы показывать. Это что-нибудь, это что? Я не знаю. Ну знаешь, что ты хотела выложить, но не выложила. Подумал слишком жестко, откровенно, или ты там пьяная. Если бывали вообще такие случаи в твоей жизни. Тут в купальнике есть, но я уже из этой серии выкладывала. Все, то есть у тебя вообще ничего никакого потайного? Если даже есть, ты что, серьезно думаешь, я тебе покажу. Ты знаешь, что такая? Ладно, убедил. Окей, окей, хорошо. Ладно, и тогда у меня возник тебе вопрос. Ты же еще себя позиционируешь как модель? Ну, скорее, да, чем нет. Ты предлагали ню-съемки? Нет. Почему? Нет. Ну, наверное, знаешь, ты откажешься. Ты откажешься точно вообще ни за какие деньги не будешь рассматривать предложение? Ладно, а вообще когда-нибудь ты фотографируешь с голой? Нет. Ну, в общем, скажу одно. Один раз мне предлагали съемку в клипе моих друзей. Ну, это Лагуи и Люксор. Да, я смотрю. На песню азиаткой. Он еще, его как бы нету еще. Видели, да? Нет, там какой-то другой был клип с Лагуем просто. Ну, их много как бы. А, ну, ты там была. Да, ну, это другое. Вот, на песню азиатка. Мне кажется, ее многие знают, но клип на эту песню так и не вышел. Они уже не поют вместе, а работают по отдельности, в общем. Ну, клип был какой-то вот... Такой? Откровенный. Ну, как бы... Но он не выйдет? Нет уже. Я помню, да, то, что они все-таки нашли девушку, снимали. Сняли, сняли этот клип, но решили в конечном итоге не выкладывать его. Это потому что у меня там не было. А, так тебя не было в клипе что-то? А, так я скромно. Ну, нет, конечно. А, тебе предложили? Да, мне предложили, но я отказалась. Ты сразу отказалась, не думая? Окей. Не, ну, я сначала согласилась, потом мне сказали детали, и я сказала, ребят, сорян. Хорошо, и... Знаешь, у нас с тобой самая сладкая часть наступает в программу. Ты меня пугаешь с каждым разом вообще. Самая сладкая – это розыгрыш сертификата. Бродобрей? Бродобрей, да. Значит, тебе это будет, наверное, не так актуально, но... Но. Смотри, у тебя же много знакомых, поэтому смотрите, дорогие друзья. Мы выложим фотографию в Инстаграме совместно Вики и меня в официальном Инстаграме аккаунте Бродобрей. И там вам необходимо всего лишь поставить плюсик и написать порядковый номер в комментариях. И в следующей программе я уже вместе со следующим гостем, менее крутым, конечно, чем Вика Дашаева, выберем случайным, случайным вообще методом победителя. И вы придете в этот чудо-салон и будете иметь такую же чудо-стрижку, как у меня. Поэтому все, дорогие друзья, дерзайте. Мы с Викторией прощаемся, говорим им спасибо огромное. Все тайны нам раскрыли, да? Очень хорошие, добрые, порядочные граждане Радисовской Федерации. Хорошо, все. Вот и все. Спасибо, Виктория. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин